Аплодисменты Очень приятно по приглашению президента Бодина присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме. Хочу искренне поблагодарить президента Бодина и российских друзей за теплый прием и гостеприимство. Санкт-Петербург – морская столица России и жемчужина Палтийского моря с мировым именем. Благодаря трехвековым традициям и стремительному развитию, город здорово озаряется одновременно классическим колоритом и элегантностью современного времени. Это нас очень восхищает. Вчера после обеда мы с президентом Путиным покатались на гробе по небе. И интересный рассказ его об истории, культуре вашей страны, этого города, очень меня восхитило. Город войны не бой, город нашей славы трутовой. Песня с экраны президентом Путиным когда-то на рояле убедительно показывает, какое особое место занимает Бетербург в душе российского народа. Бетербургский международный экономический форум с момента основания в 1997 году постоянно развивается, укрепляется, становится уникальной площадкой. В этом году Петербургский форум проходит под девизом, формируя повестку устойчивого развития, который отвечает общим озабоченностям международного сообщества и имеет большое актуальное значение. Современный мир переживает невиданные за столетия, убогие, бременные. Темпы роста стран с формирующимся рынком и развивающихся стран беспрецедентны. Небывали смены и острая конкуренция разворачиваются на фоне нового витка научно-технической революции и промышленных преобразований. Система глобального управления и мировой процесс непропорциональны и неадекватны, как никогда. В меняющемся мире объединение усилий и взаимодействие сотрудничества – это верный путь для всех стран без исключения. В мировом измерении устойчивое развитие, пожалуй, максимальные общие знамена телеклопайного сотрудничества. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в духе гармоничного сосуществования человека и природы с учетом нужд нынешнего и последующих поколений дает новое видение глобального развития, акцентируя внимание на трех основных взаимосвязанных аспектах – экономический рост, социальное развитие и экология. В этом году отмечается 70-летие образования ГНР. Будучи крупнейшей в мире развивающейся страной и ответственной мировой державой, Китай твердо привержен обещаниям в области устойчивого развития и своими успехами завоевал широкое признание и уважение. В Китае придает особое значение развитию международного сотрудничества в области устойчивого развития. К тому свидетельство, выдвинутая мной в 2013 году инициатива «Один пояс и один путь», которая нацелена на взаимную выкату и всеобщее развитие. Данная инициатива во многом созвучна с повесткой Дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года по целям, принципам и путям развития, реализации. Пользуется восторженной поддержкой со стороны мировой общественности. В этом апреле в Пекине успешно прошло второй форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь», по итогам которого участники договорились о высококачественной реализации инициативы пояса и пути на принципе совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования. Согласно концепции открытости, экологичности и неподкупности, сотрудничество будет осуществляться высококачественно во поясе благосостояния народа и устойчивого развития. В ходе формирования глобальной сети взаимосвязанности и партнерства добьемся эффективного сопряжения, инициативы, пояс и путь с повесткой Дня в области устойчивого развития, обеспечения согласованности между экономикой, обществом и экологией в интересах зеленого, низкоуглеротного и устойчивого развития. Разумеется, в международном сотрудничестве не обойдись без искренних, доверительных, единомыслящих партнеров. В лице России мы имеем не только крупнейшего соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, но и одного из важнейших и приоритетных партнеров по сотрудничеству во всех областях. В духе устойчивого развития наши страны активно сотрудничают в сфере возобновляемых источников и мерки, включая природный газ, рассматривают научно-технические инновации, цифровую экономику, электронную торговлю, как новые драйверы кооперации. Продуктивно взаимодействуют в сфере использования и охраны, транскраничных ресурсов, а также по вопросам транскраничных заповедников. Мы с президентом Путиным договорились о сопряжении АПОП и ЕАЭС. При этом инициатива у совместной реализации одного пояса и одного пути созвучна и с идеей президента Путина о большом евразийском партнерстве. Они вполне могут дополнять друг друга, что, по моему убеждению, придаст мощный импульс экономической интеграции в интересах всеобщего устойчивого развития. Дамы и господа, друзья, устойчивое развитие не только естественное, но и неиспешный исход в развитии производственных сил и технологичного прогресса. В этом и устремление подавляющего большинство стран мира. В народе говорят «Будет воля, будет успех». Стремление народов к прекрасной жизни остановить невозможно. Мы готовы со всеми партнерами превратить заявление в практические шаги, сообща, открыть новую страницу устойчивого развития. Первое, важно объединенными усилиями формировать открытую и диверсифицированную мировую экономику в духе совместной реализации и совместного пользования. Китай будет последовательно расширять открытости, в частности доступ на рынок, создавать благоприятную бизнес-среду для честной конкуренции. Будем выступать четвертым сторонником экономической глобализации, отстаивать многостороннюю торговую систему, прилагать усилия к преодолению неравномерности и несправедливости в развитии мировой экономики. Мы настроены на взаимовыгодное торговое сотрудничество по принципу равноправия и взаимоуважения. Будем добиваться синергетического эффекта реализации инициативы «Один поезд и один будь» и повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Разогревать потенциал фонда помощи в рамках сотрудничества «Юг-Юг» и фонда мира и развития Китай-ООН, предоставлять больше возможностей для развивающихся стран. Китай готов делиться со всеми партнерами технологическими изобретениями и ноу-хау. В частности, технология 5G, формировать дополнительные ключевые преимущества и изменять модель роста экономики. Второе, необходимо наращивать усилия к построению толерантного общества, всеобщего достатка, ставящего клаву-укла интересы человека. Повышение благосостояния народа – задача номер один для любого государства. Китай продолжает упорную целенаправленную работу по ликвидации бедности в этом году, чтобы уже к 2020 году полностью освободить от бедности сельское население. К концу текущего года предположено создание более чем 11 миллионов новых рабочих мест. Голосальные усилия направлены на профессиональное образование, дело волонтерства и благотворительности, а также защиты прав интересов социально уязвимых групп населения. Готовы активизировать сотрудничество и обмен опытом со всеми партнерами в области борьбы с бедностью и социального обеспечения, чтобы народы разных стран мира жили в отостатке, могли чувствовать себя более счастливыми и защищенными. Третье. Необходимо притяживаться курса на зеленое развитие во имя построения прекрасного тома, где царит гармония человека и природы. Как сказал знаменитый русский писатель Тостоевский, красота спасет мир. Сохранять красоту природы для внуков и правнуков в этом же славной миссии людей нашего поколения. Кида ни в коем случае не топивается развитие за счет окружающей среды. Для нас зеленые горы и изумрудные воды – несметные сокровища, ради которого будем вести непреклонную борьбу. В том числе развитие зеленой промышленности, возобновляемых источников энергии, ресурсосперекающих технологий и циркулярной экономики. В международном сотрудничестве больше внимания будем уделять вопросу об экологии и природоохранной деятельности, готовые к совместному решению актуальных задач в области изменения глобального климата и сохранения биоразноправия, в частности, путем должного выполнения Барижского соглашения по климату. Дамы и господа и друзья, мир и развитие остаются лейтмотивом нашего времени. Судьба разных народов тесно взросвязана, как никогда. Интересы стран беспрецедентно глубоко интегрируются. Тенденция к миру, развитию и сотрудничеству и всеобщему выигрышу необраздима. В то же время, на фоне усиления антиглобализации, гекомонизма и политики силы возрастают новые проблемы и вызовы. Вновь на перепуте встало человечество. Устойчивое развитие, как наилучший выход из нынешнего положения, совпадает с инициативой о формировании сообщества единой судьбы человечества по целям и ценностям. Они будут служить общим благом для всего человечества и мира в целом. Китай будет вместе со всеми странами, руководствуясь концепцией устойчивого развития, трудиться ради общего будущего человечества, выступать за многосторонности, совершенствовать систему клопайного управления, способствовать прочному миру на планете. Руга об руку открывать светлое и процветающее будущее. Спасибо за внимание.